Дорогие коллеги, очень рада вас видеть. Очень прекрасное утро сегодня. Спасибо, что вы встали рано и пришли на мою лекцию. Мы будем говорить сейчас, в первые два часа работы, о некоторых теоретических вопросах морфологии. Иллюстрировать их, конечно, будем на практических примерах. А проблем, на самом деле, в тюркской морфологии очень много. Ну, мы начнем с того, что же такое морфология. Это учение о морфемах. Что такое морфемы? Мельчайшая значимая единица языка. Вот. Среди морфем различаются, в первую очередь, связанные и не связанные. Не связанные – это лексические или служебные слова, которые имеют свое ударение, которые имеют свою семантику, которые могут выступать в предложении в качестве членов предложения. Это лексические морфемы. Служебные самостоятельно не выступают только в сочетании с лексическими морфемами. Далее. Каждый из этих типов классифицируется. Да, а связанные морфемы – это, естественно, аффиксы для тюркских языков или там приставки окончания и так далее. Среди них мы подразделяем две большие категории – деривационные и словоизменительные. То есть, деривационные морфемы образуют новые слова, а словоизменительные не образуют новых слов, а образуют формы уже имеющихся слов. Эти типы морфем классифицируются далее. Так вот, когда мы смотрим на практическое описание языков, мы видим, что проблемы возникают на каждом из узлах вот этих развилок. Какая морфема – связанная, не связанная? Какая морфема – лексическая или служебная? Какая морфема – деривационная или словоизменительная? Вот мы посмотрим сейчас на целый ряд спорных вопросов, которые решаются в грамматиках тюркских языков по-разному. Ну, в первую очередь, связанные и не связанные морфемы. Статус некоторых морфем бывает неопределенным. То есть, самостоятельная морфема идет по пути превращения в афикс. Но еще не прошла этот путь до конца. При этом обычно они проходят стадию так называемой клетизации. Ну, что такое клетизация? Это значит, что некая морфема теряет самостоятельное ударение и прикрепляется как бы к своему хозяину, к тому слову, к которому она относится, либо перед ним – проклитика, либо после него – энклитика. Ну, в тюркских языках, естественно, мы знаем в основном энклитики. То есть, такие слова, которые прикрепляются к своему хозяину после него. Так вот, целый ряд послелогов тюркских языков находятся на пути превращения в падежные показатели. И таких случаев очень много. Вот посмотрите, пожалуйста, на таблицу сибирских тюркских языков, на их падежные показатели. Ну, как видите, большой выбор падежей. Номинатив, акузатив, генитив, датив, локатив, аблатив, экватив, директив, коммитатив, инструментальный падеж, партитивный падеж, компаративный падеж и координативный падеж. Вот эти все типы падежей встречаются в сибирских тюркских языках. Очень интересно то, что уже они восстанавливаются практически все. И на стадии прото-тюркского, и находим мы их тоже и в древне-тюркском языке. Вы видите представление этих морфев в виде формул. Это традиция в тюркологии. То есть каждая большая буква означает некий тип морфо-фонологического варьирования, который типичен именно для данного языка. Гласная или согласная, которые стоят в скобочках, появляются только, соответственно, после гласной или согласной корня. Так вот, мы видим, что древне-тюркская система была очень богатой. А если вы смотрите дальше направо, то вы видите, что там шорский, хакасский, алтайский, тувинский и тофаларский языки имеют менее богатую систему падежей. Именно падежей. То есть из их системы выпали такие падежи, которые были представлены в древне-тюркском, например, в прото-тюркском восстанавливаются, как коммитатив, за исключением якутского, где он, видимо, сохраняется. Практически выпал директив. Нет прежнего, то есть старый директив выпал, то есть направительный падеж куда, в каком направлении двигаться. Старый инструментальный падеж также пропал. Но вы видите, что некоторые из этих образований в современных тюркских языках окрашены красным цветом. Видно это, да, на экранах? Так вот, это как раз те случаи, про которые мы говорим. Это послелоги превращаются в падежные показатели. То есть как бы восстанавливается вот эта старая система, она обладает стабильностью на уровне системы. Каким образом? Аффикс старый пропадает, новый аффикс как бы образуется за счет послелогов. Ну вот в частности, посмотрим директивный падеж. Видите строчечку директивный падеж, да? Вот. В древнетюркском это падеж гару. Он сейчас как бы отсутствует пока еще в большинстве сибирских тюркских языков. Но вот в кокасском его уже включают в систему падежей, и он образуется из послелога сары, который, или сар, для разных форм в современных языках, называется по направлению к. По направлению к. Вот этот послелог существовал еще как вполне самостоятельная служебная единица в древнетюркском языке. Это было что-то вроде сынару. И он теперь превращается в направлительный падеж. В Акасском уже, как я сказала, его включают в систему падежей, а в Шорском он как бы идет по этому пути. То есть, он пока еще может быть негармоничным. То есть, сохранять именно всегда А в своем составе. Допустим, камне Мен в Шорском, камне Менза, Менза, да? То есть, еще пока только в отдельных диалектах есть уже гармония гласных, которая так важна для тюркских языков, да? То есть, обязательно все властные либо переднего, либо заднего ряда должны быть в одном слове. То есть, Менза означает, что за, это еще не превратилось окончательно в афикс, да? Вот. Это первое. Второе – ударение. Тюркская словоформа, как вы знаете, состоит из очень обычно большого количества морфем. И вот, чтобы это образование не распалось, как бы, и было бы понятно на слух, обычно ударение сдвигается на последний слух. Если очень длинное слово, то бывает там второстепенное ударение. Так вот, то, что пока еще нет ударения на элементе САР, показывает, что это еще пока не окончательно стало падежом, но идет уже по этому пути. Вот. То есть, не имеет самостоятельного ударения, да? Но и не несет еще ударение целой словоформы, как это делают все падежные показатели. Так сказать, истинные падежные показатели. Это второй признак, да? Ударение, гармония. И третий признак – это так называемое местоименное Н. То есть, в террских языках есть посессивные показатели. И вот показатель третьего лица, он ЦЗ или ИИ, так вот, он принимает Н, так называемое Н, перед показателями истинных падежей. Так вот, вот такие вот новообразования обычно еще не принимают этого местоименного Н, и это как бы служит еще одним признаком того, что это еще пока не падежи. Вот, очень похожая ситуация еще с одним послелогом алтайским, Дюн, который тоже, он клетизирован, он не несет ударения. Иногда он уже пишется даже писателями алтайскими, слитно со словом, да? Но он не гармоничный, не несет ударения, не имеет пронуминального Н. Похожая ситуация в Тувинском, где по этому пути идет послелог 2, вот, то есть, вот, директивные падежи пока еще в начале в самом пути превращения именно в аффиксы, да? Превращения в падежные аффиксы, то есть, пока еще мы их, как бы, большинство грамматиках не включают в состав падежей. Иная ситуация с похожим случаем инструментальным падежом. Древний инструментальный падеж, вот этот, который стоит там, ин-ин, да? Мы в древнетюркском его находим и в протатюркском его восстанавливаем, да? Он исчез, он превратился, ну, то есть, не исчез, конечно, окончательно, там есть ряд наречий, которые имеют его в своем составе, но это уже застывшее образование. Так вот, практически во всех тюркских языках и не только в Сибири образуется новый инструментальный падеж из послелога берле, берлен, вот некоторые там непосредственно от берле образуются, некоторые от берлен. Что послелог, это означает вместе с, вместе с. Ну, то есть, понятно, что по семантике просто предназначен, чтобы стать инструментальным падежом. Если вместе с молотком, то это в чистом виде инструмент, а вот вместе с петей, то это уже другой тип значения, который тоже свойственен инструментальным падежам часто. То есть, это, ну, там, некое координативное значение, иду вместе с ним, а если вместе с дорогой, то это уже как бы и пролотивное значение, то есть, что иду по дороге, да? То есть, вот этот кластер значений, вот эти новые падежи, которые образуются и имеют, образуются они все из берле или берлен. Ну, и вы посмотрите, какие разные типы стяжений. Ну, в якутском, видимо, наиболее полная еще форма сохранилась, инан, да? Вот, в шорском этот берлен вообще сократился до ба-бе-па-пи-ма-ме, полностью, он полностью гармоничен и согласно, и гласно варьирует в зависимости от основы, вот. Но перед ним все равно нет еще местоименного Н, вот. То есть, тоже он практически уже сложился, но не по тому типу, по которому функционировали падежи древних языков чуркских. Вот, то есть, от берле шорский взял первый слог и его, так сказать, превратил в послелог. Хотя, что типично для тюркских языков, вот эти разные стадии грамматикализации часто присутствуют. То есть, мы находим в шорском и послелог бла-беле-мы-ламеле, бла-бле-бла-мламле, плапле, еще п, нужно не забывать, и вот это уже совсем сократившееся ба-бе-ма-ме-па-пи, вот. Хакасский же сделал все наоборот. Он отрезал первый слог от берлена и взял второй, именно вот этот лен, именно этот лен, но оставил н, который явно вторичен в этом нан и образовался под влиянием назального конечного согласного. Вот, именно форма нан стала падежом инструментальным в хакасском. Алтайский пошел, в принципе, по пути, видимо, тоже хакасского, но л сохранил, потому что отрезал конечное н, и осталось только ла-ле в алтайском. Вот такая интересная ситуация. Эти языки признают, что есть у них такой вот инструментальный падеж. Аналогичное образование в турецком, например, языке не признается падежом. Хотя, вот полная и семантическая аналогия, и источник тоже. В турецком языке есть послелог. или, который уже клетизировался, то есть и, вот это вот превратилось в глайд и, но только после основ на гласную, допустим, араба, машина, да, арабайла, с машиной, да, но этого уже, никакого следа от этого и нет, после основ на согласную, допустим, тирен, поезд, тиренле, тиренле, извините, тиренле. Так почему же такой очень разный подход к одному и тому же, в принципе, явлению в Сибири и в турецком языке? Оснований для включения или не включения этого падежа нового одни и те же, в принципе, вот это и морфологическая, фонетическая редукция, гармония, да, что они гармоничными стали, подчиняются законам гармонии гласных. Вот, это аргументы за, аргументы против, безударные, нет прономинального вот этого N, да, который появляется всегда перед падежом. Ну, я просто, мое предположение, что вот сибирские и тюркские языки, их описание, их морфологии во многом, как бы, находятся под влиянием еще и русского языка. А в русском языке есть творительный падеж, поэтому, ну, как же не быть ему в тюркских языках? Это мое предположение, потому что это промежуточное образование пока еще, как в сибирских и тюркских языках, так и в турецком. А в турецком, как бы, такого давления нет, они спокойно не признают вот этот ела падежом, а говорят, что это вот послелок, который клетизировался. То есть, мы видим вот этот вот, как бы, проблемный случай, так слово это или аффикс, да, связанное это морфема или не связанное это морфема. Это один из случаев, которые я хотела рассмотреть. Вот как раз мы про них и говорили. Новообразование директивы и новообразование инструментальной падежи. Перейдем к следующему проблемному случаю, когда тоже провести границу не так-то просто. То есть, я хочу сказать сразу, что я не говорю, что у меня есть все ответы на все вопросы, я просто показываю спорные проблемы и пытаюсь, как бы, пробудить ваше, так сказать, сознание лингвистическое, чтобы вы подумали о том, какие же мы признаки поставим в первую очередь и для своего решения, какие мы критерии применяем. Следующая проблема. Несвязанный морфем. Среди них различаются лексические, как мы знаем очень хорошо, и служебные. Вот. А целый ряд морфем лексических в тюркских языках имеет и служебные функции. Вот. Классический пример. Это служебные пространства имена типа кестинде. Это кест, то есть спина, задняя часть, да? Вот. С аффиксом посистимного падежа третьего лица и делокатив. Вот тут вот как раз этот N, про который я говорила, иллюстрация, это иллюстрация так называемого пронуминального N перед падежом. То есть кестинде означает сзади. Вот. И это же имя может выступать как полнозначное имя, да? Как полнозначное имя. И они же, вот это же кестинде, может выступать в различных, это уже падежная форма, в качестве наречия. Ну, точно так же и остальные, допустим, сон, да. Сон, тоже пространство позади кого-то. Сон, да, уже как бы грамматикализовалось как послелок после того, как в темпоральном плане, да? То есть после какого-то события, да, после сонда. Вот. И вот тут примеры, да, еще. Алденда, это впереди, как наречие, раньше или прежде. Кинде, сзади, позади, после. О, должен, да. Это пример из алтайского, напротив. Учинда в конце, наконец, после. Вот. И так далее. Вот. Так вот. Это две разных части речи. Например, наречие и послелок. Наречие – это знаменательная часть речи, а послелок, соответственно, нет. Они утрачивают свое лексическое значение и выступают в качестве релятивных слов. То есть в конце улицы, да, в конце улицы. Или под столом, или над столом. То есть я сейчас дам... И они есть во всех тюркских языках. То есть это вот типично для всех тюркских языков. Вот. Дам тоже турецкий пример для иллюстрации того, что вот на двух полюсах как бы тюркского мира мы видим то же самое. Спасибо. 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 Масса – это стол. Показатель генитива. «Юст» – это верхняя часть, поверхность. «Юн» – посессивный показатель третьего лица с прономинальным «Н». И «Д» – это послелок, локативный. То есть означает это «на столе». На столе. То есть как бы на поверхности стола. Типично, что они соединяются как бы со своим религиозным именем с помощью так называемой генитивно-посессивной конструкции. Генитивно-посессивной конструкции. То есть генитив на определяемом имени, посессив, извините, на определяемом, а посессив на определяемом, на определении, а посессив на определяемом имени. Вот. Ну, этот «юст» можно было бы подумать, что на самом деле это и есть, да, на верхней части стола. Мы, может быть, просто переводим неправильно, да, что «на столе», да, «на столе». Вот. Но на самом деле здесь уже произошло семантическое развитие вот этого «юст», верхняя поверхность, да, потому что уже «юст» обозначает не конкретно поверхность вот этого стола, а некое пространство, примыкающее к верхней поверхности стола. Аналогично «масанин алтында» под столом. Это «алт» — это нижняя часть, но это не означает на нижней поверхности стола, то есть там где-то на поверхности вот этой столовины, да, а под столом, то есть некое абстрактное пространство, которое примыкает именно к данной пространственной части стола. То есть вот этот переход семантический уже произошел, но он очень явен, да, то есть мы видим, мы можем понять, как это развивается. Это все достаточно близкие еще, близкое развитие. Вот. Ну и обычно в тюркских языках вот такие вот служебные слова называют служебными именами, то есть они как имена сохраняют еще в какой-то степени свое лексическое значение, их грамматическое значение обусловлено их лексическим значением. Они ведут себя как имена, то есть вы видите, что принимают они морфологию как обычное имя, то есть могут принимать посессивный показатель, могут принять падежный показатель, вот. Поэтому они как бы остаются еще именами в большинстве своем, да, там допустим сонда, после, потом, это уже образование, которое тоже как бы полностью застыло, тут уже мы послелок временной, только сонда, да. Вот. А наречия, когда они выступают в качестве наречия, они ведь тоже как бы остаются как бы связаны с тем пространственным ориентиром, который у нас в голове. То есть, допустим, если мы говорим, раньше было все иначе, раньше, то есть перед данным моментом мы сравниваем данный момент и то, что было раньше. То есть, они диктические, все равно остаются диктическими, но это уже, конечно, самостоятельные слова, равным образом, как там кеминде позади, там алденда впереди или раньше и так далее. Это уже самостоятельные считаются лексические морфемы, которые, соответственно, включаются в словарь, да, они уже включаются в словарь, вот. А все формы этих же основ, которые выступают как так называемые серийные послелоги, есть еще для них название, потому что они принимают разные падежные аффиксы, они уже в словарь обычно не включаются, да, Потому что эти серии, они спокойно можно, их спокойно можно конструировать. То есть, вот добавляйте другой падеж. Допустим, масанен устенде, масанен устене на поверхность стола, масанен устенден в турецком с поверхности стола. Так, вот, то есть минимум три вот этих падежа локальных, они регулярно употребляются с этими послелогами или служебными именами, точнее сказать. Ну, а еще более сложный случай, это когда ряд глаголов употребляются в качестве служебных. Это тоже очень известный факт для тюркских языков и, пожалуй, для сибирских тюркских языков. Всполагательные глаголы, так называемые, они играют еще большую роль, чем для, допустим, агустских тюркских языков, хотя везде они составляют очень центральную часть глагольной системы. Ну, вот, посмотрим на шорский пример. Парк одурды. Это исследование Надежды Курпешко и Натальи Николаевны Шарабоковой. Они показали, что глагол одур грамматикализуется в данном случае в качестве показателя аксион сарта, то есть способа глагольного действия. Вот это вот парк идти, ип, депричастием, плюс сидеть, глагол в прошедшем времени, означает он, она, оно шла медленно. То есть как бы идя, сидел или сидела, да, то есть медленно шла. Да, то есть такой неинтенсивный способ действия. Вот. Ну, а если бы мы взяли бы тур здесь, парк турды, тур это стоять, то есть она идя стояла, это был бы уже интенсивный способ действия, то есть шла быстро, да, то есть идя стояла. То есть, конечно же, что никто тут при этом не сидел, вот пара подурды, да, совсем другая позиция тела, но глагол одур грамматикализовался в данном случае как показатель способа глагольного действия совместно вот с депричастием на ип лексического глагола. Вот подобные конструкции, они тоже проходят целую цепочку видоизменений, вот как там бабочка из кокона получается, а перед этим она там была, была червячков, то есть они вот проходят целый ряд ступеней развития. То есть вот акцион, как мне кажется, это самая первая ступенечка, самая первая. Следующая ступенечка, когда из акционс-арта получается у нас некая аспектуально-временная форма. Вот все формы настоящего времени современных тюркских языков, все практически, они вышли из вот таких вот конструкций. Вспомним опять же турецкий, многие знают турецкий здесь, да, вот форма настоящего времени, допустим, гидиорум, да, гид, написать? Продолжение следует... Продолжение следует... То есть здесь лексический глагол гид, уходить, плюс гипричастие, опять же, правда, другое, не ип, а так называемое вокальное гипричастие, а-э, да, плюс глагол идти пешком, вот этот черв, в форме так называемого аориста. Это только лейбл, он ничего не означает, это просто вот эта форма на ар-ыр, которую мы находим во всех тюркских языках. Вот, она обычно обозначает такое некое действие, которое обычно происходит, всегда происходит. В сибирских тюркских языках она стала сейчас показателем будущего времени практически во всех, и в том числе и в копчатских в большинстве, только не вагузских. Вот вагузских она в своем первозданном как бы виде сохранилась как форма вот неактуального настоящего времени и со многими модальными добавлениями там, всегда хожу и так далее. Это форма аориста. Так вот, она здесь, естественно, синкопировалась, потому что зачем два раза R, и осталось только одно R, гиде-йорум. Ну, вокальный конверб, он тоже претерпел некоторые изменения, то есть он приобрел другой тип гармонии, и в результате мы получили настоящее время. Аналогичная конструкция, посмотрим номер 2 в шорском. Парадыр. Тут у нас тоже участвует вокальный конверт. Пар это тоже уходить. Пара. Но только мы взяли здесь не глагол чор, а взяли глагол тур. Турур. И получилась форма парадыр, которая, ну, такое действие обозначает. Вот обычно уходил парадыр в шорском языке. В алтайском она уже нечто иное обозначает. То есть вот это вообще, вот это адыр, из а-турур, она, мы находим ее в очень многих тюрских языках, но с разными функциями, да? Вот. То есть это тоже аспектуально-временная форма. То есть никакого тут уже больше ариста нет. Вот этот адыр выражает аспектуально-временное значение, да? Вот. Хабитуалис в данном случае в шорском. И посмотрим еще на, например, два Б, парчам. Эта форма синтезировалась из парыб-чадырым. Тоже пар, уходить, но уже другой конверт, иб. И глагол чад. Лежать. Лежать. В шорском это лежать. Плюс его форма ариста, плюс там первое лицо. Единственное число. То есть в литературном шорском это парчам. То есть из парыб-чадырым все это стянулось до парчам. Ча – это показатель настоящего времени в шорском языке. Вот из такой конструкции остался небольшой кусочек. Вот. Но как мы можем доказать, что действительно из парыб-чадырым, ну и в самом шорском языке мы находим тексты, которые были записаны Радловым. Это был еще XIX век, середина, да? Начало середины XIX века, где в полная форма еще присутствовала. Да? В диалектах шорского языка еще сохранились части этой формы. То есть, допустим, в Хондомском там не парчам я иду, а парчадым. Пар-чат-ым. Парчадым. Вот. То есть, стяжение не произошло так, в такой степени, в какой оно произошло в шорском литературном. Вот. То есть, это путь от акцион-арта, где мы предполагаем, что пока еще пары пчадырым. Пчад – это был, скорее всего, какой-то динамичный акцион-арт, процессуальный, вот я шел и шел и шел, да? Когда за счет фонетической, морфологической редукции, генерализации значения, это просто стало настоящим временем. Видимо, первоначально это было настоящее актуальное, я вот иду в данный момент. Следующим путем развития было развитие в настоящее неактуальное. То есть, вот эта форма парчам, она сейчас в шорском языке и настоящее актуальное, и настоящее неактуальное время, да, обслуживает. Вот. Еще один пример, три. Здесь мы находим тоже очень интересный комплекс. Две, как бы, вот этих вот конструкции с двумя вспомогательными глаголами, здесь они слились воедино и образовали очень сложный показатель «эбезабер», «парбезаберди». Проанализируем «пар идти». Вот этот «ыбез», который здесь у меня проглассирован как показатель перфективного акционс-арта, на самом деле, вы, может быть, узнаете тот все тот же конверб «ып», да, где причастие на «ып», а «ыз» – это посылать. Глагол «посылать», который еще в тюркских языках в Сибири сохранился, там в качестве «ыс», «ы», «ыд» в тувинском, да, и в алтайском, вот. А, допустим, уже в копчатских языках он не существует больше, есть только «жибер», есть «жибер», да. Но вот это «жи» – это и есть вот это перевернутое «ыз» – «ы», «ибер», да, ну, а «и» стало «ж», «жибер». И плюс вот эта вторая часть, которая и в шорском тоже присутствует, то есть вот к этому «кыз» – вспомогательному глаголу добавился следующий непричастный показатель «а», то есть вокальный конверт, и следующий вспомогательный глагол «дать», «бер», да, «бер», и плюс прошедшее время. То есть вот этот «абер», эта форма тоже распространена практически во всех тюркских языках, даже в турецком, который, в общем-то, не так богат на подобные аналитические, как бы аналитического происхождения формы, там тоже есть и «вер», и «вер», точно так же. Вот. Эта форма обычно обозначает начальный пункт некоего процесса. То есть вот они начали свое хождение, они начали и пошли, и пошли, и идут, идут, парабезадерли, да, вот такой начальный пункт некоего процесса. Вот. И вот этот «ыбыз» перфективный, да, он показывает, что вот этот начальный момент, он как бы полностью завершился. Они уже отправились в путь, да, послали себя в путь, и пошли, и идут. Вот. То есть вот такие вот очень сложные комбинации, это только двухкомпонентные, а есть и трехкомпонентные, и, ну, четырехкомпонентные, наверное, уже совсем редко. Это вот исследовала, например, Алена Робертовна Тазранова, такие конструкции в алтайском языке, показала, что очень интересные такие вот прям кластеры вспомогательных глаголов образуются и передают очень тонкие оттенки способа глагольного действия. Вот. Ну, то есть мы видим, что вот эти все глаголы сидеть, лежать, давать, они существуют и как лексические, но в какой-то момент они начали свой путь по превращению в служебные. И, как мы видим, полностью, вот в данных случаях они полностью десемантизировались, да, то есть никто уже тут не лежит, никто не стоит, и никто ничего никому не дает, да, и никого не посылает никуда, да, а сам отправляется в путь. Вот. А есть случаи более сложные, где вот это еще недостаточно очевидно, где можно еще поспорить, вот тут уже вспомогательный глагол или еще лексический глагол. Вот посмотрим такой пример. Субтитры предоставил DimaTorzok То есть я там латинскую попыталась П написать, но тут ее нет необходимости писать. Значит, ой-я, шап-ты, да? Ой-это пробивать насквозь. А-это уже нам известный, известный гепричастие на А. Шап-шап-это бить. Вот, все это вместе обозначает пробил насквозь, да, пробил насквозь. Вот, то есть и ой, и шап имеют в своей семантике вот это вот значение бить, да? То есть шап как бы тут тоже сохраняет свое лексическое значение до какой-то степени, да? Он бил и пробил. Вот. Но ой уже результативен, он показывает результат вот этого действия пробивания. Что это? Вот это вот. Это все тоже некая конструкция способа глагольного действия? Или тут сочетание депричастия результативного и глагола бить в своем прямом лексическом значении? Вот. Ну, тут очень разные ответы на этот вопрос в разных грамматиках. Вы тут найдете все, что хотите. И что а-шап это интенсивный способ глагольного действия, если это действительно считать, ну, как бы, однособытийным, да, вот эту вот конструкцию о-я-шап-ты, что это одно только событие. Не то, что вот он бил, бил и пробил, да, тут было бы два события. Вот он бил, а вот он уже пробил. А тут как бы вот именно пробил, однособытийное, да? А-шап, соответственно, интенсивный способ глагольного действия. Либо, говорят иногда, что это конструкция с привербом. То есть, приверб, вот этот о-я, он как бы имеет результативное значение пробивать. Вот так же, как в русском, да, бить и пробить. Да, вот это вот соответствие как бы, соответствие русским глаголам с приставками. Пробить. И третья точка зрения, что здесь два события, то есть, вот результативное некое о-я, и глагол шап в своем прямом лексическом значении бить. То есть, пробил насквозь. В соответствии было бы перевод пробил насквозь. Вот, то есть, так шап, он тут лексический или грамматический? И таких вопросов возникает очень много. Я не хочу сейчас вот какую-то свою точку зрения на этот вопрос навязывать. Просто я ставлю такую проблему, с чем мы тут имеем дело. Да? Вот. Подойдем теперь к следующему узлу развилки. Да? То есть, мы идем по нашему плану. Мы сначала посмотрели, что не так-то просто связанное морфему отличить от несвязанной, на примере послелогов, которые превращаются в аффиксы. Мы посмотрели, внутри, значит, несвязанных морфем, не так-то просто отличить лексическую от грамматической. Вот, на примере, например, вспомогательных глаголов и так называемых серийных послелогов. А теперь мы посмотрим уже только на знаменательные части речи. Оказывается, и там есть проблема. Во многих грамматиках тюркских языков и даже в очень серьезных таких вот изданиях, где говорится о строе тюркских языков, говорится, что глагол и имя в тюркских языках между собой плохо различимы. Но, вы знаете, я как бы ориентируюсь на те источники, которые у нас есть, вот начиная с древней тюркского времени. Во всех письменных источниках, во всех современных тюркских языках такой проблемы я не вижу, различить глагол и имя. Поэтому давайте этот вопрос сразу оставим. Но хочу просто указать, что даже это ставится под вопрос. Вообще, когда-то на какой-то стадии развития тюркских языков вообще были глаголы и имена или вот были некоторые какие-то там лексемы, которые не различались имя это или глаголы. Вот. На этот вопрос я не могу ответить. Это нужно просто уходить в сферу там, я не знаю, астрала и этим заниматься. Вот. Ну, а останемся на, так сказать, на нашей земле и посмотрим на другую проблему, которая тоже очень серьезная и которая тоже вызывает очень много споров. Имя. Это одна единая категория или внутри имени есть все-таки такие части речи, как существительная, прилагательная и наречие? Ну, вроде бы как бы очевидный ответ на этот вопрос. Возьмите любой словарь, откройте его и увидите. Это вот прилагательная, это наречие, это существительная. Но реально там тоже есть проблемы. И по конкретным случаям споров ведется еще немало. Ну, вот, например, я беру вот сейчас один кусочек из недавно вышедшей, буквально вот только что на днях напечатанной грамматики алтайского языка, где тоже утверждается, что в алтайском языке, как и во всех тюркских языках, определение имени прилагательного как отдельной части речи сопряжено с рядом проблем. В частности, одно и то же слово, в зависимости от контекста, может трактоваться как имя существительное, пример один, как имя прилагательное, два, или как наречие, номер три. То есть амыр, мир, покой, амыр, мирный, спокойный и амыр, мирно, спокойно. И это действительно правда. Вот именно такие качественные именные лексемы, они действительно вызывают впечатление, что якобы это как бы недостаточно четко разделено. Ну, мы не давайте пока что наречие оставим, потому что это очень большая, так сказать, тема. Мы пытаемся сейчас показать вот эти вот узловые какие-то спорные вопросы, поэтому остановимся только на разграничении существительных и прилагательных между собой. Ну, во-первых, мы утверждаем, что это две все-таки различные категории, что прилагательные могут субстантивироваться, а существительные могут употребляться атрибутивно. Это очень важный момент, потому что часто вы найдете, что вот существительное, которое находится в позиции определения, что оно якобы уже стало прилагательным. Вот. И четвертое, что незначительное число именных основ могут иметь амонимичные лексико-грамматические варианты, которые образовались друг от друга путем конверсии, ну, часто употребляется еще термин нуль-деривация или деривация с нулем, с нулевым аффиксом. Вот у нас очень хороший, прекрасный просто специалист по конверсии в тюрских языках находится, тут Алиса Васильевна Есипова, которая посвятила этому, ну, большие разделы, а также статьи свои, разделы своей монографии, а также целый ряд статей. Вот. Ну, и думаю, что у нее аналогичная точка зрения, так что я на нее тоже могу в этом сослаться. Вот. В то же время, даже в современных работах, вот, зарубежных тюркологов, мы находим часто очень такие спорные оценки. Давайте я немножко вперед забегу. Вот сюда. Вот. По поводу разграничения существительных и прилагательных. Ну, вот, например, Самфай Кара, 202 год, пишет, что часто нет морфологического различия между существительными и прилагательными, а существительное, которое используется атрибутивно, это, собственно говоря, на самом деле прилагательное уже сразу. Вот. Что прилагательное, это подкатегория существительных, благодаря только чисто морфологическим и синтаксическим различиям. Вот, например, это 1963 год, это ПОПЭ. Вот. Далее, что различия между существительными и прилагательными в отдельной категории с различным морфосинтаксисом имеются, но нет четкого различения между этими классами. Вот совсем недавнее тоже утверждение. Очень часто это не доказывается, а просто как бы вот такие впечатления свои нам сообщаются. Иногда просто аргументация основана на ошибочных предположениях, или же данные только выборочно оценены, но не оценены, так сказать, не оценены противоположные данные. Вот, кстати, по поводу ссылки на Йоханса, 2005 год, хочу сказать, что действительно вот именно так вот он и написал в энциклопедии тюркских языков, которая вышла в 2005 году, вы все, наверное, ею пользуетесь на английском языке, это «Turkic Languages». «Turkic Languages» – это как бы следующая энциклопедия после того, как вышла энциклопедия на немецком языке так называемая «Фундамента» за зарубежом, да, 1959 год. Очень хорошее издание, которым мы до сих пор, конечно, пользуемся, и этой книгой, разумеется, пользуемся. Ну и, разумеется, прекрасная совершенно серия языков народов СССР вышла в Россию с очень хорошими описаниями тюркских языков. Я бы даже сказала, лучше описания были сделаны, чем более поздние языки народов мира, где тоже... Извиняюсь, так он еще работает, а то я вошла в РАЖ. Вот, где описание тюркских языков, как мне кажется, менее удачное. Вот. И вот сейчас, конечно, работаем мы над новой энциклопедией, которая выйдет в издательстве «Брилл». И вот я очень рада, что здесь многие авторы тоже присутствуют, которые, ну, войдут в историю. Вот. Благодаря участию в этом проекте. Так вот. Йоханссон позже, буквально в 2008 году, написал специальную статью, очень подробную, по поводу разграничения прилагательных и существительных. И вот те из нас, которые участвовали в так называемом шорском проекте, которым в России руководила Алиса Васильевна Ясипова, вот, знают книжку, которая стала результатом симпозиума, который был образован в рамках этого проекта. Кстати, Эрдал был руководителем в Германии. Вот. «Exploring the Eastern Frontiers of Turkey», то есть, как бы, исследуя восточные границы тюркского мира. Вот. И там была опубликована, ну, просто, я бы сказала, фундаментальная статья Йоханссона по разграничению существительных и прилагательных, где он очень четко показал то, вот, о чем до сих пор спорят некоторые зарубежные тюркологи. Так вот. В частности, предметом этого спора было и выступление, или, точнее, выступление Джонатана Вашингтона, было посвящено тоже разграничению существительных и прилагательных. Буквально я вот приехала сюда из Бишкека, вот там он выступал с этим, так сказать, ну, новейшим исследованием. Вот. И с ним только можно согласиться, просто, конечно же, уже есть очень хорошие основы для того, чтобы проводить такое разграничение. Вот. Но он суммировал это все очень неплохо. Вот. Так, подождите, я не туда. А, вот. И, в частности, он опирался на вот такое, как бы, на такую теоретическую рамку, предложенную Карни в 2014 году, что слово принадлежит к частеречной категории, основываясь не на значении, а на дистрибуции. Вы знаете, я когда это увидела, то я сразу вспомнила Майя Ивановна Черемисину, которая всегда нам говорила, вот тут много сидит учеников Майи Ивановны Черемисины, которая всегда нам говорила, вы знаете, существительное, это существительным является не потому, что оно означает предмет там или там какой-то концепт, а потому, что имеет для русского языка там категории рода, числа, падежа, там типы склонения, да. Например, а глагол не потому он глагол, что имеет значение действия, а потому, что имеет глагольные категории там залога, времени, наклонения и так далее, да. То есть полет имеет значение действия, но это существительное, да. То есть по одной семантике мы не сможем определить часть речи. Обязательно нужно учитывать, ну вот то, что вот в 2013 году открыл для себя Карни дистрибуцию, так называемую. То есть следующее тут, что он утверждает, нужна специальная морфология для того, чтобы признать данное слово принадлежащим некой категории слов, что все слова данной категории в данном языке, они должны обладать вот некой морфологией общей для них, да. Они должны появляться в аналогичных синтаксических позициях, да. Ну, например, вот английский, в английском существительное. Принимает суффиксы там сравнительной и превосходной степени, там big, greenest и так далее, или most useful, вот. Вот, и они употребляются, конечно, преимущественно в функции определения, да. Принимают артикль, артикль встает, они встают между артиклем и существителем, например, the big house, да. Ну, то есть, вот показывает дистрибуцию и показывает о том, что прилагательное смысл выделять и в английском языке, что на самом деле тоже не всегда происходит. Так вот, для киргизского Джонатан Волшингтон пытается применить вот эту методику и показывает, как вот разрешить такие противоречия, как, например, вот в киргизском. Мага кызыл жагат. То есть, мне подходит красное, я люблю красное. Вот здесь кызыл, да, кызыл. Кызыл, вообще-то, прилагательное, но, посмотрите, оно стоит в позиции прямого объекта, да. Нет, извините, не прямого, а стоит в позиции подлежащего. То есть, красное идет мне. Ну, вообще-то говоря, для меня вот этот пример его сразу там напоминает русскую конструкцию, мне там идет что-то, да. То есть, явно киргизы современную такую конструкцию дали. Вот. То есть, как бы кызыл красное здесь выступает не в своей функции, да. Не в своей функции, как говорится, acting out of the paradigm, да. Вот он действует не по своей парадигме. Сколько у нас времени осталось, кстати, а то я могу долго говорить. 15 минут. А минут 25 хорошо, тогда я все успею. Вот. Следующее. Там следующий пример киргизский. Мага. Извиняюсь, если тут есть киргизы, то, пожалуйста, сами произнесите это. Ну, я попытаюсь, как могу. То есть, мне нравится самая красная машина. То есть, вот есть какой-то ряд машин, которые я покупаю, хочу купить машину. И вот я говорю, из вот этих машин мне нравится самая красная. То есть, вот это энь, кызыл, энь, это как бы такой адверб, который, или часто его как частицу суперлативную описывают. Ну, некий суперлативный адверб, который образует как бы вот эту повышенную степень качества. Мне нравится самая красная машина. Да. То есть, мы видим, что кызыл, вот это вот, где мне нравится красная, мага, кызыл, жахат, здесь он предлагает рассматривать это как атрибутивную конструкцию, но без определяемого имени. То есть, мне нравится красная одежда, вещи, что-то красное, да, кызыл, этвас, да, что-то, красное что-то нравится, вот. Ну, мы знаем же, что это происходит на самом деле и в русском языке, там, красные пришли и так далее, да, белые ушли, или наоборот, вот. То есть, употребляется прилагательно без определяемого имени. То есть, вот это вот, здесь кызыл, мага, кызыл, жахат, кызыл, несуществительное здесь, но оно употребляется в конструкции, где отсутствует определяемое имя. Да, пожалуйста. А если просто мне красный нравится, как цвет красный? Ну, тогда цвет. То есть, кызыл не означает красный цвет, это означает только красный. Ну, я так считаю, что это вот чисто все-таки прилагательное. И в том случае, если мне нравится красный цвет, то опять же слово цвет опущено. То есть, мне нравится красный. Вот пример, например, пример с татарского языка. Например, серебряные сережки, да, кымыш, алка, и серебряный кымыш здесь получается прилагательное, и серебро тоже кымыш. Для меня вот серебряные сережки, кымыш, все-таки не прилагательные. Почему? Вот посмотрите на следующий тест, который здесь предлагается. Вот, например, пример. Яблочное дерево, да? Алма-дарак в киргизском. Да? Яблочное дерево. Так вот, мы не можем сказать самое яблочное дерево. Вот этот N, он невозможно подсоединить к этому N, долма. Точно так же, как к кымыш, вы не подсоедините самое серебряное что-то. Понимаете? Вот этот вот тест показывает, что все-таки тут не прилагательное. То есть, показатель прилагательного должен все-таки степень сравнения, да? Что? Ну, то есть, степень, там, превосходную степень сравнения. То есть, самое что-то, это же превосходная степень. Ну, это, если возможно такое присоединить, то это уже тест стопроцентное прилагательное. Показывает стопроцентное прилагательное. Вот в таких сочетаниях, типа, там, дерево-дом, да? То есть, деревянный дом. Дерево – это существительное, употребленное в атрибутивной позиции. Вот, посмотрите, вы можете, например, вот если это прилагательное, то вы можете сказать «красивая одна девушка». Ну, вот в турецком, например, «глюзельбиркыз». Вы можете так сказать. А можете вы так сказать «серебряная одна сережка». Серебро – одна сережка. Ну, нет, видите, нет. Поэтому это существительное. Это специальная конструкция, где существительное употребляется. Почему? Потому что оно не ведет себя как прилагательное. Понимаете? Поэтому это существительное. Это конверсия, да? Не синкретизм вот этот вот? Нет, нет никакого синкретизма. Нет никакого синкретизма. Запомните, пожалуйста. Никакого синкретизма нет. Не надо ничего. Это вот про синкретизм говорят просто на основании того, что существительное может употребляться атрибутивно, а прилагательное может субстантивироваться, если выпадает определяемое имя, например. Понимаете? Поэтому возникает впечатление, что вот одно и то же слово, как бы, вот оно и прилагательное, и существительное. Нет. Нет, нужно вот эти вот тесты применять, и вы… Ну, это, наверное, немножко сейчас упрощенно, там можно в глубину копать еще, но они показывают, что это все-таки существительное остается существительным, прилагательное остается прилагательным, и только в редких случаях действительно происходит конверсия, действительно. Вот как Амыр покой и Амыр спокойный, и Амыр спокойный, вот то, что мы в Алтайском говорили, то конверсией действительно образуется, ну, это от очень небольшого количества качественных основ, только качественных основ. Вот серебро, некачественная основа, там от него уже ничего не образуется. Качественная основа, вот спокойно, то есть, да. Ну, вы знаете, для каждого конкретного случая нужно решать этот вопрос индивидуально. Вот опять же ссылаюсь на Алису Васильевну, которая это очень хорошо показывает, я просто рекомендую тоже посмотреть. Это, тут есть существительные, которые путем конверсии образовали прилагательные, и наоборот, прилагательные, которые путем конверсии образовали существительные. То есть, тут очень тонкий, конечно, вопрос, что стало мотивирующим. Либо признак, либо объект. Можно некоторые, ну, дополнения или замечания такое? Дело в том, что немножко тут вот идет, конечно, ну, подмена, что ли, или вот недопонимание. Дело в том, что если мы говорим вот про русский язык, то в русском языке серебряные сережки, серебряные сережки являются прилагательными. Потому что там различаются... В русском, я не спорю, конечно. Да, потому что там различаются разные типы прилагательных, качественные, относительные, притяжательные. Вот. Ну, а если мы говорим, допустим, про тот же шорский язык, то здесь, по-видимому, ну, вот и существуют разные точки зрения. Но вот ваша точка зрения такая, что кумюш в данном случае не является прилагательным, а образует изофетную конструкцию четвертого типа. Типа АГАШ-М, там кумюш, ну, что там, кольцо, или там сережки, вот. Ну, некоторые ученые, ну, тоже они, ну, рассматривают, либо это все-таки прилагательное существительным на основе примыкание, либо здесь изофетная конструкция. Тут вот разные точки зрения могут быть. А я про это как раз и сказала, что они до сих пор есть, эти разные точки зрения, пыталась их тоже представить в зарубежной лингвистике. Разумеется, в российской лингвистике такие точки зрения тоже есть. Вопрос спорный, поэтому мы про него и говорим. Вот. Но я тут представляю, как бы, свою точку зрения, которая вот основывается на ряде тестов, на ряде критериев, которые применяются. Вот. Еще один критерий – это различные деривационные, ну, как бы, модели, которые применяются для образования существительных, прилагательных, а также других слов от основ существительных, от основ прилагательных. Вот, опять же, я тут ссылаюсь на Джонатана Вашингтона. Он пишет о том, что аффикс лу, он соответствует нашему сибирскому там лых, ну, в алтайском тоже лу, значит, он образует прилагательное от существительного. Вот, в частности, алма, алмалу, то есть яблоко и имеющее яблоко, да, алмалу, яблочный. Вот с этим лу в киргизском языке. Но вот от кызыл мы не можем образовать соответствующего прилагательного с этим именно аффиксом, да. То есть отдельная морфологическая деривационная модель. Понимаете? Вот. В противоположность этому с аффиксом лык мы образуем от прилагательных существительное. То есть кызылдык, красный, ну, кызылдык это красность, как бы абстрактная, существительная. Но, как бы нет алма, алмалук, да, но алма, алмалык нет. Ну, тут вот на самом деле, как бы от яблока яблочность нет. Ну, вот, вы знаете, в турецком языке, например, на самом деле, уж сразу скажу, что это не стопроцентный критерий, вот именно с этим лыком. Потому что там, допустим, есть масса, есть масса-лык. Образуется с помощью лык существительное от существительных же. Вот. В древнетюркском эта модель тоже уже присутствовала. Там мы находим в Иркбетик бег, беглик. То есть бег это правитель, бег, да, а беглик это ранг, статус правителя. Статус правителя. Но тут, конечно, уже и лык, как бы, другое имеет значение. Он не образует абстрактного прилагательного, существительного. То есть масса-лык это просто, ну, как сказать, различные типы столов. То есть это как бы ранг стола, тоже вот это вот продолжение древнетюркского. Вот. То есть значение у лыка тут не абстрактное существительное. Вот. Так. Ну что, теперь вот немножечко еще буквально подведем небольшие итоги. Общая морфология у прилагательных и существительных, то есть, естественно, на первый взгляд, вот она, допустим, кызыл, и мы можем применить и добавить и посессивный показатель, и там, и падежный, в том случае, если кызыл используется вот в той как раз конструкции без определяемого имени. Когда мы определяем имя отбросили, не нужно имя. Что они могут быть в октатных позициях. И существительные, и прилагательные. Опять же, существительные прилагательные вот только в данном случае. То есть в процессе вот этого вот эллипсиса определяемого имени. Ну, а, конечно, различия. У прилагательных есть степень интенсивности, качество. Они только прилагательные. Могут использоваться в приглагольной позиции. Тут уже отдельный вопрос. Это еще прилагательное или уже наречие. Мы его просто сейчас не касаемся. Это отдельный вопрос. И при геревации используются различные софиксы, как для их образования, так и для образования новых слов от них. Вот. Ну, вы знаете, давайте я вот это вот дальше уберу. Немножечко проскочу, потому что тут очень много еще про это. Я бы хотела сейчас еще к одному сложному вопросу перейти. Мы говорили так, о том, что и даже вот в связанных морфемах мы различаем деривационные и словоизменительные морфемы, но не всегда мы можем их четко друг от друга отделить. Да? Не всегда. То есть иногда у нас есть такие категории, где вот спорят ученые, да, и ищут критерии, и не всегда могут их четко друг от друга отделить. Так все-таки деривация – это словоизменение или словообразование. Но я сейчас даже не касаюсь очень сложного вопроса про зоологию, потому что нам не хватило бы, наверное, целого дня про это говорить. А вот обращусь к двум тоже достаточно проблемным вопросам. Это к формам субъективной оценки и диминутивам, и к адъективаторам, и так называемым атрибутивизаторам. Очень новый термин. Вот тоже я его совсем недавно узнала и выучила. Значит, вот, форма субъективной оценки и диминутивы. Ну, диминутивы, они обозначают как бы маленький размер, это их прототипическая функция, но очень часто они используются вовсе не для того, чтобы показать маленький размер, а для того, чтобы показать очень любящее отношение, такой любовь и привязанность, какую-то эмоцию, которую говорящий хочет придать высказанным. Ну, в частности, ну, наверное, вот русская речь, когда мы обращаемся к детям, то там все. Детка, возьми ложечку, выпей глоточек молочка, покушай, откуси кусочек хлебца и так далее. То есть, вот, не обязательно это маленький там, все это должно быть маленьким, да, но здесь речь идет просто о том, что все, с чем связано наш ребенок, это все для нас, ну, очень эмоционально окрашено, вот мы это, мы используем форму диминутива. Вот. В частности, эти же формы образуют термины, особые формы и имен собственных, такие часто это сокращенные имена, сокращенные основы от полных имен, они используются и как там прозвище, как звательные формы, это так называемые гиппокоризмы в английском, то есть гиппокоризмы, гиппокоризмы, наверное, так что ли по-русски, правильно. Вот. Они тоже обозначают симпатию, любовь, очень такое теплое отношение к тому, к кому мы обращаемся, хотя могут иметь и другие функции. Вот. Значит, если мы говорим о социальном деэксисе, то они тоже обозначают вот такие неформальные, очень теплые, близкие личные отношения с тем человеком, с которым мы назовем там Ира, Маша и так далее, Аяночка и так далее. То есть в этом смысле они противоположны как бы вот средством выражения уважения, да, такие, хонорифик, да, то есть тех средствам выражения именно высокого уважения. Ну вот, опять же, Алиса Васильевна, которая тут постоянно как бы присутствует в моей лекции и тут тоже на нашем заседании, она различает два типа использования данных показателей, диминутива. С одной стороны, например, вот тюлькючек, тюлькю в болтайском леса, а тюлькючек – это уже либо маленькая лисичка, лисенок, либо моя дорогая лисичка, то есть вот такая лисичечка. Ну, сразу нужно сказать, что действительно словообразовательная функция диминутивов, очевидно, вот образуют они регулярно название имен для детенышей, зверей, да. Вторая же функция, вот именно субъективной оценки вот этого эмоционального отношения, она, ну, как бы тоже под вопросом, это что, словообразование или это словоизменение, да, или это словоизменение, потому что как бы новая лексическая единица не образуется при этом, в отличие от лисенка, да, новая-то единица не образуется, мы только передаем наше эмоциональное отношение к данному объекту. Есть регулярные, достаточно регулярные, то есть модели образования таких форм, субъективной оценки, и, видимо, тут тоже, наверное, можно согласиться, что их нужно рассматривать, ну, в качестве вот такой какой-то пограничной области, вот между деривацией и словоизменением, почему все-таки не полностью словоизменение, просто потому что есть как бы разные аффиксы, и образование каждой диминутивной формы невозможно от каждой основы, то есть есть определенные ограничения на образование диминутивных форм, а вот это вот ограничение показывает не полностью грамматикализованный статус данной категории, потому что раз, если бы грамматика была бы, то нужно было бы к любой лексеме данной категории ее бы прилепить, и получилось бы правильное нечто, да, ну, как там прошедшее время, с любым глаголом. Ну, вот, еще раз мы вернемся к этим гиппокоризмам. Это уникальная система во всех тюркских языках. Очень кратко покажу вам несколько гиппокоризмов в казахском, где тоже, они не стоят нигде в словаре, потому что они, вот эти вот имена собственные, вообще вот эти вот краткие формы имен собственных, это пока еще, ну, недостаточно исследованная область для тюркских языков. Вот. Ну, вот покажем несколько диминутивных в казахском. Ну, вот, в частности, аффикс ш, вот здесь вот, бпэ, это ребенок, бпэш, это, ну, ребеночек, мой ребеночек, мое дитятка. Вот это такая колыбельная песня, где используется аффикс ш, да, дитятка. Вот. Но этот же ш можно добавлять и к имени собственному. Причем, вот, от рождения ребенка и, в общем-то, неограниченно для мамы, папы, там ребенок всегда это дитятка, да, вот. Вот, ну, конечно же, тот, кто использует это имя, старше, чем вот тот, кому оно, для кого оно предназначено. Вот, например, Мадина. Официальное имя. Мадинаш. Дорогая Мадиночка. Вот. Амина. Аминаш. Ну, здесь как бы имя Мадина, Амина не сокращено, просто добавлен этот якобы диминутивный аффикс, ну, то есть, явно, конечно, это субъективная оценка. Да, кстати, с именами собственными нет никакого словообразовательного диминутива, потому что, естественно, не образуется при этом некое слово с иным лексическим значением. Это просто чисто субъективная оценка, любящая отношение вот к данному человеку. Вот. Вот в Ахмете, Ахмед Ахош, дорогой мой Ахмед, тут уже и имя тоже, основа тоже сократилась. Ахош. Абдрахман. Эбиш. Эбиш. Да? Эбиш. Ну, там, Балтабай. Балташ. Джумабике. Джумаш. Джумалбек. Джумаш. Джамаш. Вот. Дальше следующая модель. Это джан. То есть, добавляется слово джан, ну, понятно, что это из персидского душа. Вот. И тоже пожилые люди вот так вот обращаются к более молодым людям. Ну, то есть, вот, обычно они лет до 12 примерно. Ну, допустим, Ай Сулу. Ай Сулу жан, дорогая моя Ай Сулу. Серик. Серик жан, дорогой серик. Но среди очень близких людей, конечно, это возможно и дальше, не только после. И после 12 лет, и до старости тебя могут назвать вот с этим душа моя, да? Джан. Вот. Дальше есть еще диминутивный аффикс тай. Вот. Тут уже как бы обращаются к подросткам более пожилые люди. Тоже синкопируется основа имени. Там Батырхан, Батай. Элемджан, Эльтай. Кюлемхан, Культай. Кальды, Кюль, Калтай. Да? То есть, только первое, первый слог берется. И этот же суффикс образуется, прибавляется еще только к именам, обозначающим родственникам. То есть, это вот чисто так вот для, только предназначено для живущих, для людей, для персон. Да. То есть, вот Апа, бабуля, дедуля, Апатай. Там Ата, Ататай. Динге, Дингетай. Ага, Агатай. Вот. Есть еще одна моделька, когда мы добавляем просто Е. Ой, времени совсем не осталось. Ну, тоже тут Атай, допустим. Да? Но это уже только среди, используют только среди членов семьи, конечно же. Вот. Интересно, что вот к тому Ш можно еще добавить и К. То есть, Майра, Майраш. Да? Еще и К. Ну, скорее всего, уже русская модель тут работает. Майраш К. И так далее. Вот. И вот мы дошли до аффикса Кан, Кен, который, собственно говоря, тоже сокращает имя. И вот мы получаем Шекен, Коякан, Рыскен. Вот. Это все были диминутивные формы. Вот именно эмоциональное, теплое, близкие отношения, очень короткая персональная дистанция. Вот. Но есть аффиксы, которые ведут себя вроде как диминутивные, а они образуют уважительные формы имен. Вот аффикс АК и К в казахском. Вот АХК, мой дорогой, любимый, старший брат, например. К именам, ну, я вот сейчас сокращаю, это высокоуважительное отношение к кому-то, кого вы называете этим именем. То есть, и обычно нет большой разницы в возрасте между тем, кто употребляет эту форму, и тем, кому она предназначена. Вот видите, тут только с 35 лет она употребляется. Вот даже между членами семьи жена может к мужу с этим обратиться, вот, чтобы показать вот уважение, поднять его статус в глазах других. Вот. Я очень удивилась, когда приехала в Казахстан, все стали меня вдруг называть реке. Ну, то есть, допустим, ситуация, когда мы находимся в кабинете у ректора. Вот ректор ко мне обращается реке, а к нему обращаются сакеи, а как живет жакеи, вот. То есть, для меня это звучало очень странно, но это высокоуважительное обращение показывает высокий, так сказать, статус того, к кому так обращаются, и уважение к нему. Вот. Причем даже к президенту Казахстана обращаются именно так. В нурике. Вот это вот письма там президенту, дорогой там наш любимый нурике, высокоуважаемый нурикент, то есть, имеется в виду Нурсултан Нарзабаев, да? То есть, официальное письмо в нурике. Ирина Анатольевна, один вопрос. А не связано ли это ике, ике, в частности, я скажу, бике? Допустим, у нас тоже, как бы, да, хотят возвеличить, давали имена сарайбике, нюрбике, айбике и так далее. Вы знаете, вот поскольку это мало еще исследовано, то я сейчас не могу ни подтвердить, ни отрицать, но похоже, что что-то общее, да, согласна. Вот. Так, ну вот я сейчас немножко перейду. То есть, вот это уже, конечно, никакие не словообразования. То есть, нурике это не новая какая-то лексическая единица, это просто высокоуважаемый нурсултан Нарзабаев, да? Так, можно еще? А вот эти бике на самом деле высокоуважаемые князья, княгини были. Они и по сей день как бы потеряли свое основное значение, поскольку уже князей нету, но в речи они сохранились именно в собственных. Да, да, это вполне возможно. Просто я же говорю, что как-то вот этот вопрос еще недостаточно исследован. Вообще вот этот ке, непонятно откуда он взялся. Кто-то говорит, что это из Ага, там, Эке, там, из Монгольска, вот этот вот старший брат, такое уважительное отношение выражается. Ну, как бы потом к романтикализируется, к женщинам тоже относится. Вот, тоже очень подозрительно, куда делся древнетюркский, ой, куда делся древнетюркский аффикс, например, кия, кня, кна. То есть он остался там, аскна, там, в отдельных образованиях такого, частицах, наречиях. Вот, немного, чуть-чуть аскна, да? Вот, но вообще он как бы практически исчез. То есть вот этот ка-ке, как он образовался, пока непонятно. От этого зависит, конечно, и бике, соответственно, нужно смотреть, как там. Конечно, это может быть бике, бике, но это предположение. Это нужно действительно очень еще исследовать. Вот, кто хочет, пожалуйста, займитесь. Все, последняя, буквально коротенькая вещь, которую я хочу сказать. Это, я хочу опять вспомнить бессмертную нашу дорогую грамматику алтайского языка, которая вышла в 1869 году. Очень интересное свойство там было отмечено. Образование с аффиксом лы, лы, лу-лю, да? И там говорится, что вот этот лы-ли присоединяется, он образует вообще прилагательный, считается, да? Мы его как бы имеем во всех тюркских языках. Вот этот лых в шорском, например, да? Ну, в алтайском это лу-лю. Лу, вот, так вот, он присоединяется не просто к какому-то, как основе имени. Он присоединяется к целой номинальной группе. Допустим, тякши-эни-лю, это имеющий хорошую мать. То есть тякши-эни-лю, ну, допустим, бала, да? Ребенок, имеющий хорошую мать, а не хороший ребенок, имеющий мать, понимаете? Да, что лу присоединилась к целой номинальной группе. Тякши-эни-лю, имеющий хорошую мать. Или дёрт-бут-ту, тёрт-бут-ту, четвероногий, да? То есть тот, у которого четыре ноги, а не, там, допустим, зверь, да, четвероногий зверь. А не зверь, не четыре зверя с ногами, да? Да, если мы добавим ещё определяемое имя. Вот. То есть они образовались от определённых сочетаний тякши-эни и тёрт-бут-т. Так вот, по терминологии Павла Валерьевича Гращенкова, который защитил свою докторскую диссертацию буквально на днях в Москве, в МГУ, он предложил различать эти две функции. Вот когда лы-лю образует прилагательные, и когда лы-лю просто делает из именной группы образование, способное выступать в атрибутивной функции, да? Потому что тякши-эни-лю, оно не попадёт в словарь, да? Это же можно массу подобных образований сделать, то есть почти из любой именной группы можно сделать вот такой вот атрибут сложной структуры, который оформлен этим лу и так далее. Вот. То есть и он предлагает различать. Вот когда это качественное прилагательное образовалось действительно, то это уже адъективатор. А вот когда мы её присоединяем к именной группе, то это атрибутивизатор. И мне показалось это очень такой продуктивной идеей, потому что действительно вот в тюркских языках есть такие точки роста, где вдруг мы добавляем некий аффикс, и получается новая категория, и как бы рекурсивная морфология опять добавляется. Ну вот, например, подобным же атрибутивизатором можно считать форму ДАГЫ. То есть это где-то находящийся, где-то находящийся, да? Вот. То есть тоже она из, прибавлено как-то это ГЫ к падежному показателю, и находящийся на небе, имеющим там 10 слоёв. Вот. Понимаете? Вот. И небо, имеющее 10 слоёв. Вот эта вся именная группа может стать атрибутом с помощью добавления аффикса ДАГЫ. То есть вот эта вот идея тоже очень юная, очень новая. Хотелось бы предложить тоже попробовать свои силы и поискать вот различия между атрибутивизаторами и атрибутивизаторами в тюркских языках. То есть вот, ну я просто уже ДАГЫ опускаю и перехожу к выводам. Границы морфем различных категорий могут пересекаться. Морфемы переходят из одной категории в другую за счёт разнонаправленных процессов. Эклитизация, грамматикализация, эллипсиса, конверсии. Но это не отрицает наличие самих этих категорий, как отдельных частей речи, так и их категорий. Проницаемость границ морфем разного типа и результаты предпосылка изменения статуса отдельных морфем, отдельных категорий морфем и даже самого морфологического строя языка. Пример истории мы знаем. И вот такие вот спорные вопросы на самом деле это самые интересные вопросы. Вот призываю, так сказать, на них обратить внимание. Спасибо большое за внимание. Я надеюсь, время, наверное, совсем затянуло. Если есть вопросы, мы можем, конечно, на алтайской грамматике этим дальше заняться. Или давайте, может быть, сейчас, если есть вопросы, то... У меня вопросы или дополнения, не знаю, как сказать. Во-первых, вот термин клитизации. Я хочу пояснить, что клитики называются слова, которые не имеют самостоятельного ударения. И они могут быть проклитиками и энклитиками. Ну, это как бы неважно. Дело в том, что практически все служебные слова не обладают самостоятельным ударением. Но в этом случае все равно не говорят о том, что они переходят там в аффикс. Это первое. Второе. Значит, когда вы там показывали вот табличку, я как-то с удивлением заметила, что коммитативный падеж у нас в шорском языке остался без аффикса. Я писала давным-давно статью про, значит, какие значения падежные выражает вот эта вот ПАБАМА. И, в частности, конечно, у меня не было таких терминов в то время, когда мы с Майей Ивановной работали. Но, тем не менее, я хочу сказать, что вот этот вот аффикс ПАБАМА, он выполняет и функцию коммитативности. Причем я различала, когда он имеет значение С, например, мать с сыном пошли гулять. И когда имеет функцию союза И, мать и сын пошли гулять. Здесь разные члены предложения, как вы понимаете. Вот. Кроме того, вот эта же ПАБАМА, она обладает и латинной функцией. То есть, наряду с ЧА, может заполнять вот эту позицию и шорского языка. То есть, ну, у меня вот эта вот статья вышла давно, конечно, я как-то, может быть, надо ее и перепечатать, я теперь поняла. Так, это второе. И третье. Ой, давайте, если можно, я сначала отвечу на два вопроса, потому что я их потом забуду. Так, по поводу клитиков. Я не сказала, что все клитики являются подержанными показателями. Что, конечно, клитики – это не безударные слова, которые присоединяются к какому-то ударному слову. Но в конкретных случаях, вот когда идет вот этот процесс перехода в подержанный показатель, то вот эта стадия клитизирования, она как бы явно прослеживается. То есть, это не все клитики становятся подержанными. То есть, может быть, я это недостаточно четко сказала. Спасибо большое за это уточнение. По поводу ПАБА. Я, по-моему, сказала, что это инструментальный падеж, но мы назвали его так. Ну, конечно, это инструментально, коммитативно, лативно. Об этом писалось очень много, конечно. Спасибо большое за ваше указание на эту статью. И, разумеется, и развлечение есть между и мать и отец, или там мать с отцом. Есть очень хорошие тоже, как бы, тесты, которые это показывают. Вот. То есть, инструменталь здесь используется как ярлык, да. А про то, что вот это вот идет от вместе с, то, я кажется, даже проиллюстрировала. Ну, понятно. Если вместе с молотком, то это инструмент, а вместе с дорогой, то это вот лативное по дороге, а вместе там с петей, то это, значит, конечно, коммитативный с петей, да. Просто у вас коммитативный выделен отдельно, и там стоит прочерк, вот я поэтому. Да, просто это здесь используется как ярлык. А спасибо большое, конечно, это важное очень уточнение. На самом деле, вот коммитатив, допустим, в древнетюркском, который был, и который все еще есть в якутском, вот, это только коммитатив. Вот это в этом его особенность. Понятно. Да, да, я хочу сказать. И третье. Когда вы приводите примеры со служебными именами, под столом, над столом, вот, извините, для меня это не является наречием или наречным словом. Мы знаем, что наречие – это такая часть речи, которая, в общем-то, определяет действие. Собственно говоря, употребляется с глаголом, но никак не с именем. Поэтому, по всей вероятности, вот эти вот служебные имена выполняют еще какую-то дополнительную. Да, спасибо большое за этот вопрос. Но тут, видимо, я как-то не донесла это до слушателей. Я как раз это именно и говорила, что есть застывшие формы типа алтында, да, алтында, без, без своего, так сказать, имени, к которому оно могло бы отнестись, да. Алтында – это просто внизу, внизу. То есть, и, конечно же, это наречие, если просто алтында, вот. То есть, внизу там, допустим, алтында, там где-то на первом этаже, внизу есть буфет, да, допустим. Нет, нет, не… То есть, алтында вы не считаете наречием. Я жду тебя внизу. Например, да, я жду тебя внизу. Это будет наречие. Я с вами совершенно согласна, что это наречие в данном случае. А в данном случае, вот в этих примерах, это, конечно же, не наречие, это служебное имя, которое принимает всю эту морфологию. И по третьему изофету, там, генитивно-позитивная конструкция. По функции оно ближе, конечно, к предлогу. Извините, не расслышала. По функции оно, конечно, ближе к предлогу. Ну, тут как бы служебное имя, предлог, это уже дальше терминология, можно уточнять. Вот, хотя предлогов в тюркских языках нет, не может быть как бы по определению, все-таки это, да, их и нет на самом деле, кроме как только вот очень редкие заимствования из других языков имеются, а так, в принципе, их нет как класса. Вот. А поэтому послелог тут, естественно, название, именно служебное имя, послелог. По-разному их называют. Среди послелогов еще различают истинные послелоги, вот эти вот служебные имена, где, как бы, вот эти вот связи деривационные, они очень прозрачны, да, как они образовались. Ну, спасибо большое за внимательное такое слушание доклада и за эти замечания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.